Хорошо, давайте начнем, почитаем. Значит, Микелат Эстер рассказывает, повествует о первой попытке уничтожить народ Израиля весь целиком. Да. Значит, неясно, как сказать, что решение, описанное там, основано на явных каких-то религиозных, видимо. На религиозном основе, видимо, было. Да. О, ше, рэка, ла, как бы, рэка, это фон, ее фон или как бы подоплек, что ли, была. Фона, да. О, леу ми, о, гизани, то есть как бы национальный или, ну, расовый, получается. Ну, да, российский расовый. То есть, в чем была причина, то есть, в чем была причина, это ненависть к евреям, то ли она была на их каких-то религий, то ли ненависть к их национальности, каким-то национальным обычным. Так, я так поняла. Так, значит, с одной стороны, мушмацим, это получается клеветать, клеветали. Ну, да, ла-шмитц, ла-шмитц, это, в общем, подвергать астрактизму, так это было такое слово. На них, на них, ну, нападали за, минагеем, за обычаи. Да, за их обычаи. За рахот хаейгем, за образ жизни. Ну, образ жизни, да. За их образ жизни, за образ жизни евреев. Ну, да, потому что там, как бы, он говорит, Аман, что вот есть, как он представляет, народ, который совсем не такой, да. Аман живет, и там царю не подчиняется, и вообще что-то они там по своим, на своей волне живут, короче, да. Так, значит, ахмитсат ашени, лэшон афкуда, 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 амитьяхэсет алиэгудим, алиэгудим, бэшер эм. Ну, да. То есть, с другой стороны, вот этот вот как бы лэшон, куда, ну, как бы, вот этот вот приказ или распоряжение. Ну, стиль приказа, скажем, лэшон, это стиль. Язык приказа, который относящийся к евреям, бэшер, ну, как бы не касался. Ну, как таковых, только как таковых. Просто не на нас евреем как таковых. Да, самих по себе, не обезотносительных особенностей национальных. Миколь Маком, Аама и Гуди. Так. Нитпас, подожди. Нитпас Кэм. Ну, воспринимается здесь. Да, Маткас Кан. Кэм Мехлоль. Мехлоль, совокупность. Так, народ в любом случае, или как-то так, еврейский народ воспринимается здесь в общем, в совокупности. В Лэхэн Циюн. Лэхэн Циюн. Ишуа Тон. Никбау. 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 И поэтому вот этот вот Лэхэн Циюн, знак спасения, знак их освобождения и спасения, установлены, установлены, ямэй, кимха, установлены Дни Радысти, Лэ Ам Куло, Лэ Доратан. Значит, для всего народа, в целом, на все поколения. Ну да. Поскольку говорится о народе в целом, то и, значит, праздник установлен для всего народа и целых память на все времена. Кэфи, шэмэсу пар бэсуф, а Мэгэла, как упоминается об этом в конце свитка, в конце книги. Окей. Мэфи? Мэфи, да. Мэфи, давай. Давай. Так, минутку. В самом свитке Эстер сказано, что он написан при помощи Мэрдэхая и Эстер. Да. Возможно, при помощи мудрецов и советников. Правильно. Сто процентов. Улам и ло ноэда. Ну ада. Ну ада. Лио сэфер пнеми льв ней омам долеват. Правильно. Возможно, он свиток. Нет, улам это всегда но. А, но. однако. Однако, он ноу-ну ада не предназначался. Да. Не предназначался быть книжкой внутренней только для сыновей. Ну да. Да, для сыновей их народа. Да. элли форсима бешатта кэ мисмах вешмэй лямахаце. Да. Так. Но было опубликовано, было опубликован бешатта в свое время. В свое время. В то время, в свое время. Ага. Кэ мисмах рашмэй лямахаце. Ну, лямахаце. Очень затрудняюсь. Как документы, ну, как бы наполовину официальные. А, окей. Как наполовину официальные документы. Ешбэхах кэдэй лязбир эт а яхас а менумас да. Ляфи амэлих ахашвэрош. Клапэй, клапэй. Клапэй. Так. Необходимо пояснить связь менумас. Ешбэхах это есть, и в этом есть, заключено то, что объясняет, что яхас менумас. Вежливое, вежливое отношение. Вежливое отношение, либо приличное отношение в отношении. к царю ахашвэрошу. Ну да. Кашель лямцо до мигела афилу милат бикорет правильно, да. Ишира ишира хат аль ахашвэрош. Да. Сложно найти в свитке даже милат бикорет. Слово критики, бикорет это критика. Бикорет это критика всегда. И в современном виде тоже. Бикорет сифрутит это литературная критика. Бикорет кольно это кинокритика. Ну и так дальше. Бикорет аманут это художественная критика. И так дальше. В смысле искусства. В общем, сложно найти даже одно слово прямой критики к ахашвэрошу. Ну да. То есть в самой мигелат про ахашвэрошу ничего плохого не сказано. Не сказано, чтобы сволочь, негодяй. Про амана раша такого не сказано. Описывается он, что он такой сумасбродный царек. Но как бы милот гнай про него нигде не написано. Окей. Шеву? Так. Шеву охат дмуйот меркозиот шельсипур а ашмада. Ну да. Что он один из центральных дмуя идея? Милот это образов, да. Образов рассказа об уничтожении. Ну да, хотя это странно, потому что он как все-таки центральный этот самый герой, который снялся оперством, сказал, согласился с тем, дал приказ уничтожать. И мне странно, что про него как бы конкретно никаких милот знаний нет. Про него ничего отрицательного не сказано. Окей. Масканод результаты, да, выводы. Шейнан Лишбеху Шель Амелых Эйнген Мефуршот Ба. Мефурашот, да. Мефурашот Ба. Да. Даже, несмотря на то, что из написанного в свитке, можно сделать выводы, которые нож лонзочек кошерной, которые как бы не заслуживают. Не в чистый торят. Они его в общем положительный образ не рисуют. Понятно, что он говорит пьяный сумасброд. В телеведении ничего супер отрицательного про Рошапа, про гладейство не говорится. Нет такого стиля, да. Эйн, Эйн. Они не поясняют в этом. Ну, хорошо, то есть они подробно не объяснены. Подробно не объясняется. Это просто так ли, что он забрал, сделал пир, пригласил эту Вашти, ну, это как бы так дальше. Но реально про него ничего плохого не сказано. Окей? Хорошо? Да, переходим к тебе. Да. Бывда шея могила нихтова гам б месмах парси шар летлот гамет айдер айдро. Эйдро. Эйдро, я думаю. Элько эскор эшир элокин. Значит, по причине аминэна. Так, ну, значит, поскольку вследствие факта, что книга была написана так же, как персидский документ, возможно, оттуда было убрано, отсюда было убрано всякое упоминание и прямое упоминание. Ну да, и в шар летлоте начать, что на этом можно как бы зацепиться в качестве объяснения. А, вот так. И сколько оно было написано на парсидском, то как бы может быть из-за этого этого можно в качестве зацепки для объяснения, почему отсутствует упоминание, прямое упоминание Бога в ней. Бога, Бога. Так, Блисэфэк, Аймунда, Бэашем, Омдот, Омэдэцлифа, Омэдэц, Омэдэц, Бээцэштит, Бээцэштит, Ангера. Ну да. Без сомнения, вера в Бога, Всевышнего, стоит как бы в основе... Ну, стоит, находится, да. Находится в основе, хотя, да, хотя... Да, в основе могилы, да. Внимается. Бэхульзот, гикимат, асэфер, айхихит, бэмикре, шэшам... Бэмикра, всегда бэмикра, всегда бэмикра. Эй, микре это гэй, а алы всегда бэмикра. Хорошо, микра. Шэшэм, а шэм, но нескарбо да, правильно. Да. При всем этом, это практически единственная книга в Писании, где имена Всевышнего не упоминается вот, вовсе. Да, правильно. Да, Ашельтанут, шэльтанут. Это множественное число от шэльтанут. Ашельтанут, шэльтанут. Бэас, сейчас скажу, господи, Аскамитэм. Аскаматам. Аскаматам, согласен. И сейчас скажу, и может быть, Ламишим отсюда, и поэтому, что он написан был с разрешения властей и с их согласия. Ну да, почему имя Бога не упоминается? Потому что это как бы книга была поверхность цензуре в каком-то смысле. Для власти, для персов, да. Ну да. Так, в июд, шейкра, альеды, акой. И предназначено для как бы всеобщего, всеобщего чтения. Иуд это предназначение. Для общего, для чтения. Ну да, поскольку это было на парсидском языке и предназначалось для всех, то, видимо, ну, по этой версии цензура исключала упоминания там и мемористов долго, скажем так. Говорят, что это самые комментаторы считают, что, скорее, может быть, они бы и не возражали, но те, кто писал, боялись, что потом переписки персидские ставят, ставят, в каком-нибудь имя каком-нибудь персидского божественном, там, где упоминается Бог. Ахэн, бетаргум, ашэвым ашэвым вэтергумим арамеим нусэф кэта твела шелестэ. Однако в переводе 70 и в арамейских и в семейских тоже называется тоагентом. Да, я поняла. И в переводах арамейских переводах, наверное, арамейским арамейским добавлен отрывок молитвы СТ. Правильно. А валь ин гум муфия в носах а мекори. Правильно. Однако его нет и он не упоминается в исходном документе. В варианте, да. Им зот и да и да а не а не а не а не а а а а а а а а хутэй это смеху хутэй а мегала кулам Да. При всем этом вот это вот и да вот это вот слово не понимает сочетание И да, я думаю ее рука. В смысле... А, рука, все, рука как-то скрытая. Ну, как бы скрывающаяся рука. Крытая рука божественного поведения. Вот это вот она здесь, она, это Ашгаха. Я поняла, Ашгаха божественного поведения проходит как бы... Не-не, Мушех это протягивает. В смысле, тянет за эти самые... Ну, хорошо, но тянется, протягивается, проходит, как у нас говорят, красной нитью проходит. Мушехид, Бехутея, Магилан в каком-то смысле, как марионетка, которая вот так вот... Через весь... Ну, смысл тот же самый, как у нас красной нитью проходит через мистик. Ну, вот это вот это протягивает. Ну, да, это уже как бы немножко оттенки, на основном, все-таки не проходит, а Мушехид это тянет, в смысле, что Ашгаха играет этими всеми главными героями, как марионетка. Проходит через весь Угнен. Так, хорошо. Ашгаха, так... И что еще лут? Ам... Ме... Ме-ур-а-от. Ме-ур-а-от. Дай, такое сложное слово. Ме-ур-а-от. Мет- Мет-а-эрэд. Мет-у-эрэд. Мет-у-эрэд. Мет-у-эрэд бо. Бец-ура. Мид-у-э-кет. Да, правильно. Так, хорошо. Развитие событий, описываемое, которое описывается, описываемое в ней, в точном, в точном, в точном образе, что ли? В точном описании или в подробном описании, да. Веба-сипур, что скажу, драмати. Драмати, драмати. Веба-сипур, драмати, драматической истории. Ну да, подробно и драматически. Подробно и драматически. А вот так вот. Мертек. Мертек – это увлекающий, совлекательный, потрясающий какого-то. Увлекающий, в этой драматической увлекательной. Обратите внимание, что это слово «ретук», это вообще как бы то, что человека, как это сказать, пригвождает к месту. Например, не про нас будет сказано «мерутак лакисе», это человек, который по-русски это прикован к креслу. И, например, про солдата, когда вот у солдата бывает такой оныш, наказание, называется «мерутак», и он называется «ретук». Это означает, что его как бы отсылают куда-то, и он не может участвовать в военных действиях, называется «ретук». То есть это все то, что как бы человека насильственно сдерживает где-то. Но действительно слово «мерутак», «мерутак» – это слово очень распространенное. «мерутак» – это захватывающее. Так, я там собираю, «сератмерутак». «мерутак» – это «вау». Это вот «вау». О, окей. «Ше-эйн?» «Ше-эйн, ву, эру-эру-эм, су-ли-м, клали. Да. Коль прат, михубар лепрат». Коль прат, михубар лепрат. Михабер. Коль прат, михабер лепрат. Хабер лепрат. Да. Адад ше-эм, митгале. Да. Бэм-элих, агаду. Амалах. Слихамалах. Малах агадуль. Да. Амэкуван. Махуван, да. Махуван. Мельмале. Мельмале, да. Так, ше-э, что нет в нем, в книге, видимо. Да, почему он «мерутак»? Батик, вообще, когда человек, что человек, захватывает. Нет в этой самой сипуре, в этом, событий, как это, несущественных, видимо, получается. Ну, шула и маргинальных, в смысле, которых посторонних. Там нет никаких посторонних описаний. Там человек ведет, чтобы он был мой узак. Там сценарий. Да, каждая деталь, как бы, пригнана под огненным. Да, в корр прат, михабер лепрат. Каждая деталь связана с деталью, да. С деталью. Так что ше-митгале, как бы, раскрывает, получается, процесс, большой, весь большой процесс, направленный к верху, получается. Направленный сверху, да. Да, то есть перед нами некоторые хорошо написаны сценарии, в котором каждый прат подогнан к прату, каждый деталь подогнан к деталью, и все это зритель заставляет, как бы, оставляет напряжение, пока не открывается вот этот большой, грандиозный процесс, который мы понимаем, что он направлен сверху. Окей? Хорошо, разобрали? Да. Ну, без садрогоморки, тогда можно найти, можно найти чтение само. Ну, вот верхнее не будем читать, потому что верхнее это просто текст Медилат и СТ. А мы будем читать вот здесь, потому что вот здесь вот это, как бы, встроенный, как мы уже привыкли, комментарий, что называется. Окей? Ну, вот хотите, можно здесь, здесь вот у него некоторая мава тоже есть, хотите, можно прочитать Барека Ласипур. Да. Ну, давайте, Мальфей, ты будешь? Да. Ну, Тимот, Тимот, я теперь прочитаю. Барека Ласипур Ама-Асэ Моцегет. Да, только вот если можно вот здесь вот прочти вот это, потому что у Штензальца у него обычно весь текст разбивается на смысловые сюжеты. Да, вот как этот кусок называется? Замечательно. Как это перевести? Так, Мишта-От, Мишта-От, это что было? Мишта-От, это множественное от Мишты, только еще АЛОВ добавляется. То есть, как бы, потому что иначе не понятно, как сделать множественное число, да, АЛОВ вставлять, потому что там Барека Ласипур Ама-Асэ Моцегет, А Тарбут, Ане-Эн-Танит. АН, да, АН-Э-А-Нит, ну, да, кайфовательское, грубо говоря. Ла-Эн-От, это кайфовать, правильно, это получать удовольствие. А здесь, на-Эн-Ит, это значит, как бы, ну, культура получения удовольствия. Ну, потому что они там теряли, грубо говоря, все время, там бесконечные пиры идут. Это да. Шереваха. Равха, да. Шереваха бэмамлехет парас у Мадай. У Мадай, да. Бэ Амцаот. Слиха бэмцаот. Бэмцаот. Миштаот. Правильно. Муниим. Правильно. Бэ Равтаним. Ну, Равтаним, это типа помпезные. Шефа Яйн, это Ошер Рав. Замечательно. Так, на фоне рассказа, действия Муцегет разворачивается? Ну, представляется, да. Ацага – это представление, Муцегет – это как PowerPoint, презентейшн, да. Представляется, да, на фоне чего? Таргут. Ну, вот Таргут, а Нехантит. Нехантит – это... Черт, у меня вылетела из головы греческая слово «эпикурейцы», да, которые кайфуют, да. Ну, вот кайфовать. Гедонизм, да, гедонизм. Да, гедонистическая. То есть, ну, они там кайфовали все время, там бесконечные пиры происходят. Да? Да. Равха. Ну, вот Равха, в данном случае, это интересно. Это такой глагол. Знаете слово «ревах», да? Ну, «ревах», как говорят, это доход. Это слово, вообще говоря, в современном иврейте, там, «ревах» – это сколько человек как бы зарабатывает в любом бизнесе, маа, «ревах». Но, с другой стороны, глагол, это вот «реваха», да, это, ну, не могу сейчас русское слово править, которое как бы присутствовало, но дальше больше, которое вот было, а, распространено. Да, которое было распространено, скажем так, да. Царство в архянском и мельянском. Да. Ну, будет сауд с помощью вообще. А, с помощью. С помощью пиров. Ну, вот этих многочисленных, многочисленных участников. То есть, ОМОН – это толпа. Ну, вот с многочисленными участниками, в смысле, кажется. Да, то есть, многочисленных не по числу их, и это тоже. Но самое главное, что мне было большое количество участников. ОМОН, ОМОН – это толпа. Рафтаним, Рафтаним. Халон Рава на еврейце – это витрина. Поэтому, а вот Рафтан, Рафтан – это который выпендривается. Так вот, Рафтаним – это, ну, вот можете перевести как-то более приличным словом, это выпендрительных таких, этих самых, которые были очень помпезные. Самохвалы какие-то. Ну, да, в общем, они такие были. Окей. Шефа. Изобилие вина. Правильно. И богатство. Большой богатство. Большой богатство. То есть, большой попезностью были устроены вот эти вот пиры, которые символизировали как бы их культуру. На фоне этого все развивается. Дальше. Сырова шель амалка. Да. Лицайет, слыха, лицайет. Лицайет. Лицайет лемелых. Мэр эр. Да. Димуяф. Молодец, Димуяф. Асми шель ашлит. Шель ашлит, сто процентов. Шель ашлит. Давай переведем, слыха. Сырова шель амалка. Лицайет лемелых. Мэр эр. Эд димуяфа, ацмаи шель ашлит, да. Отказ царицы. Ну да, отказ царицы. Подчиняться лицайет, это подчиняться. Окей, подчиняться. Что такое мэр эр? Да, что такое мэр эр? Ну, мэр эр, это колебать. Оскорбляет, оскорбляет. Поколебать. Оно колеблет, ну, не знаю, колеблет как-то по-русски. Я не знаю, как из этого сделать. Ну, колеблет, да. Подрывает. Подрывает, да, подрывает. Правильно. Подрывает что? Основы подрыва устоя. Вот адимуя ацме, адам сучди димуя ацмаи. Это независимый образ. Кого? Власти. Ну, шалита, правителя, да, правителя. Да, правителя. Ну, да. Шагаэр, агиль, шаголь, сарим, лэ, мэруто. Ну, да. Который был обычным. Который был привык, который был привычен к чему? Потому что все министры. Нет, в данном случае это интересно. Сарим, сарим, это как бы глагол. Сарим, лэ, мэруто, это все подчиняются его власти. Вот интересно, что здесь шин и самых, они как бы меняются местами. А смысл называется такой же. Потому что сара, это как бы тот, который, ну, вот как сара вместо сара, и назвали сара. Правильно же, она будет как бы править. И поэтому сара это министр. В данном случае сарим, ну, не знаю, как и каким образом преобразоваться. Тем не менее, сарим лэ, мэруто, это все, они все ему подчиняются. Окей? Окей. Да. Да. Минекудат муцэ, зо. Минекудат муцэ, муцэ. Минекудат муцэ, зо. Миштаршэль. Типура, шэль, амагелла. Сто процентов. Так. Минекудат муцэ, что такое Минекудат муцэ? Исходная точка. Исходная точка. Да, правная точка или исходная точка, да. Да, из этой исходной точки развивается рассказ Мигеллы. Сто процентов. Правильно. Ну, хорошо. Так, я передаю. Давай. Давай. Да. Вэйги бээмэээ ахашвэрош. Ху ау ахашвэрош. Амолэх. Амолэх. Амолэх, правильно, слиха амолэх. Амолэх. Лагол получается. Да. Вэмэгоду вэ ад куш. Да. И, значит, во дне Ахашвэроша, который, тот самый Ахашвэрош, который правил от Индии до куш. Ну, куш тут по-разному. Кто-то считает, что это кирпич, а тот считает, что это как некая область, как называется, гиндукуш, как называется, в Афганистане. Черт его знает. Это Африка, я думаю. Куш на еврейке. Куш. Это черный, вообще, африканец. Нигра тоже. Они назывались и до этого. Они только и... В политкорректном языке, в еврейском современном, нельзя черного человека называть куш. Это как нельзя по-английски или американски. Нельзя негром называть чернокожего человека. Я считаю, это не прилично. Поэтому куш у нас тоже нельзя называть. Окей. Так, Хабаш, Хабаш, Эфиопия. Вот Дром Митраем, значит, Эфиопия. Или это юг Египта? Ну, да, какая-то география объясняется нам. Амамлаха. Апарсит. Хигиа. Было то от Куфа. Лася. Лася. Гду. Гду. Гдулата. Гдулата. Просто по-простому гдулата. 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 В. Скажу. Ну, Аллах. Ну, Аллах. Ну, это поэль просто такой, просто пассивный. Ула, башита. Мы вузерит. Мы вузерит. Мы вузерит для Мады. Мады, да. Так, значит, что мы имеем. Персидская держава, Персидское царство, Игия достигла в тот период, как бы, вершины. Ну, да. И правила Нуэла, это управлять, управляла правила башита. Вот каким-то способом мы вузерит. Ну, мы вузерит, это слово безарит, я думаю, честно говоря. Потому что вообще могла быть как бы беза, в смысле, что вот расточительная. Но это тоже попадает. Но, честно говоря, мне кажется, это похоже на безарит. Ну, вот, башита, безарит, ламадай. Безарит, в смысле, ну, вот, расточительный. Не знаю, в современном русском языке есть слово такое безарит. Нет, безарит. На иврите безарит, это означает, что, ну, вот, излишество. Это называется безарит. Окей? В английском безарит, это странный типа такой. Ну, да, да, да. Странный, безарит такая. Вот эти вот дикие пиры с дикими этими. Это называется безарит. Окей? Дальше. И айта? И айта. Мы холекет. Да. Дэшэ, вон, то есть рим. У мэа Мадзина. И она разделялась на 127, ну, как бы, государства. Ну, получается, государства, не имеется в виду районов или областей. Вот так вот. Так. Эзурим или Азурим к долим. Ну, вот эти вот Мадзина, это районы. Эзурим к долим. Гаю на ту ним тахат шэльтонэм, 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 а шэльтон, а мерказилу гая Дорсэнипу. Дорсэнипу. Значит, на каждую вот эту область или вот этот район, а вот сюда, район, да, вот этот Мадзина большой район был, который находился под властью, ну, как бы, наместников. Вот так вот. Да. А, вот Эзурим, да, знаете, в Израиле. Я прочитала. Над у ним тахат шэльтонэм, шэль, не цавим, под властью наместников. Вот я вот вижу. Наместников, очень хорошо, да. Вы знаете, в Иерусалиме есть район очень красивый, называется Армона-Нациль. Там был вот как раз этот английский наместик, помимо английского мандата. Там, это в сторону, там, где Тальпиод, и в сторону, дальше, в сторону Гело. Совершенно роскошное место, откуда видно потрясающий вид на Старый Гор. Через гору на Малое Думе, да. Ахашдарпаним. Ну, вот так они назывались. Ахашдарпаним. Ахашдарпаним какие-то, да. Это персидское слово уже. Вот, и так назывались. Так, веалькольмедина, омэхус, моне, паха. Паха, это тоже начальник, паша. То, что паша назывался. Значит, над каждой вот этой областью стоял свой этот вот на месте, тоже начальник на месте. Ну, да, тут, а паша. Ашельтон Амеркази, логая. Дорсени. Вот это вот, интересно, центральная власть не была, ну, имеется в виду, не забирала всю власть в свои руки, имеется в виду. Валькольм, динао, махос, муна, паха. Паха, это то, что паша. А, вот это паха, я думаю, тоже как вот это. Это нам начальник, но это паша. Паха, это как паша, я думаю, что-то типа этого. Да, да, я тебе говорю, то, что паша, турки называли. Потому что начальник на месте. Ну, да. В каждой области был свой на месте. Ну, да. Вот это вот старший сыр. Ашельтон Амеркази, логая, дорсани. И центральная власть не была какой-то там захватической, что ли. Ну, вот лидрос, это топтатель. Она не была топтательной. В смысле, что она не была по отношению к ним. Она в своих руках всю власть не сосредоточила. Она не была давительной. Она их не давила. Они довольно автономно. Лидрос, лидрос, это давить, топтать. Ну, хорошо, поняла. Так. Ну, подожди. Ну, видимо, помимо подчинения и выплаты налогов. Ну, подожди. Давай дословно. Это действительно, как ты сказала. Кроме как решать требования, требования верности. Быть преданным верностям. И чего дальше? Уплата налогов. Правильно. Уплата налогов. Я так сказала, что помимо подчинения и уплата налогов, лога я мэлех мэуниян. Мэуниян, слыха. Мэуниян. Мэуниян. Лэдакэ. 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 Эт айэхэм. Айэгэм. Да. Шэль аамим. Арабим. Шэгаю. Хуфим. Лэ. Мэруто. Сто процентов. Значит, царь. Ну, помимо вот этих вещей двух, царь не интересовался как бы подробностями. Ну, не был заинтересован. Подробностями жизни народов. Подожди, подожди, подожди. Ты что придумываешь? Где подробности? Что такое лэдакэ? Что такое дикуй? Не, что такое дикуй? Такой дикоон. Не забыл. Дикуй, дикуй. Это, ну, как бы порабощение, в смысле... А, подавление. Лэдакэ это подавляет. Вот это лэдакэ мэр это подавляет на перводостание. Дикуй, дикуй. Это подавление. Вот это слово дикоон. Дикоон это депрессия. Я думала, какой-то кусочек там чего-то. Не, не, не. Он не был заинтересован, чтобы как бы подавлять их жизнь. Он их не гнобил, грубо говоря. Ему тоже было две вещи. Наиманутые, чтобы им оплатили мессим. И все. А дальше жить, как хотите. Так, шель народов, народов, которые... Да, многих народов, которые у него подчиняют. Правильно. Кфуфим, какое существительное вам от этого слова? Что оно вам говорит? Ну, подчини как это? Зукеф Кфуфим. Наверное, тоже в каком смысле Кфуфа натягивается вот так. Она облегает руку. А Кфуф это очень тоже слово очень-очень-очень принятое. Кфуф это то, что говорится, например, он должен действовать с ответствием с такими-то указаниями. У царих лейт наэль, Кфуф ле дальше. И, например, у мит наэль, он как бы себя ведет. Кфуф и дальше кому? Например, Йоамаша. Это юридическому советнику по выписанию, например. Поэтому здесь Кфуфим это вот это. И лэкофэф, например. Знаете, что такое? Лэкофэф ядаем. Это вот игра, как плачки по русскому. Правильно? Ну, это с Лэкофэф ядаем. Так что здесь это все на эту же тему. Да? Шаюк Кфуфим ле Маруто. Которые... Да? Ледакеет ехеем шлямим арабим шаюк фуфим ле Маруто. Которые были, ну, как бы, подчинены его владычеству, как угодно. Маруто это как сарато и точно так. От слова от этого слова Мар. Когда человек обращается. Есть слово Адуни и слово Мар. Ну, практически то же самое, как господин, госпожа. Например, там... Да? Вот Мар, Тимофей, точно так. Вот господин Тимофей. Окей. Дальше. Тимофей, ты читаешь? Давай я. Давай. Давай. В эти дни, что сидел царь Ахашвирош на стуле царства его... Ну, в суле, в троне все-таки, по-русски, на царском троне. Которые в Шушане, столице. Шушан Абера, да, правильно. Шушан, О, Суса. Это Сафот Ахерот. Да. Гайта и... Пэйлам. Как-то, я не знаю, что это такое. Пэйлам, да. Это там внизу. Ну, да. Шушан, О, Суса, на других языках. Ну, да. Город в Эламе. Вэ Кураватея. Кураватея, ё разваляны, ё разваляны, да. Адаэн Каэмот. Ну, да. Да, ё разваляны до сих пор существуют. Сто процентов, да. Бэтохаэргая Мефцар Малхути. Ну, да. Внутрь города была крепость царского Мефцара. Царская крепость, да. Абира. Которая и называлась, да. Вот здесь вот штендарство, он объясняет. Абира, Абира, слово Абира, да. Это название, по-видимому, он объясняет, это название не просто столицы, как сейчас говорится. А это прежде всего имеется в виду вот этот Мефцар Малхути. То есть вот эта вот царская крепость, которая находится внутри города. Вот она и называлась Абира. Окей? Да. Убо. Шахну. Сто процентов. Шахну. Мерказ Ашильтон. Да. В Армуно Шэляхашвирош. Ну, да. И в нем, в этой Мефцаре крепости. Да, да, да. Вот в этой бире. Находился, обитал... Ну, Шахну, в общем, это слово Шахэн. Сосед, то есть соседство. Значит, центр власти. Да, Мерказ Ашильтон, да. В Армуно. Армуно. Это дворец. Это дворец, царский дворец. А, дворец Ахашвироша. Да. Палас, вот палас по-английски, это Армун. Окей? Ну, хорошо, дальше. Читаю дальше. Мне кажется, знаешь, что это не та... Это параллельная страница сейчас. Подожди, а мы там вообще? Да, все правильно. Да, все правильно? Ну, хорошо, да, окей. Просто там большой текст, выдержка из... Ну, наверное, да. Да, значит, и сделал он пир для всех министров и рабов его. Ну, насколько я понимаю, мы вот это вот не читаем, потому что это текст «Самые дела». Мы читаем вот это. Хорошо, да. Тогда я продолжаю здесь. Да-да, Ахарей Шея. Ахарей Шея и Вис. Да. Холь ми Шеамат бе Дархо. Ну, да. После того, как... Победил, что ли? И Вис это разбил вообще, разбить на голову, да. Твуса, Твуса, на брестерина мы увидите Твуса, это, ну, как это по-русски, капитулянство. Ахарей Шея. Да. Для всех министров и рабов его. Да. Ну, публично, народно, как угодно. В смысле, что-то не был закрыт только для VIP. Да, закрытый клуб, по-моему, для всех. Это Хаги Гот, Ветси Йон. Ци Йон. Ци Йон. Ветси Йон. Шахто. Да. Кис. Алькес. Кис это тоже слово, как кисэ, только немножко по-другому. Кэс это тоже трон. Алькеса Мамлаха. Мамлаха, да. Луарах мият им Альюто. Да. Так, это Хаги Гот, празднество, Ветси Йон. Празднество для, как бы, отмечания, для, ну, для отмечения, для отмечания чего? Для празднования, для отмечания чего? Для его восхождения. Правильно. Восхождение. Восхождение, восхождение, да, как угодно. На царский трон, да. Не длилось. Нет, уло арахмият. Он сразу это не сделал. А, окей. Сразу не сделал им Аляятол и Шельтон. К приходу к власти. Крепился. То есть объясняется, почему он сейчас это сделал. Ну, потому что он и вис, потому что, во-первых, он разбил своих этих самых врагов. И вот тут он устроил, как бы, пир. Он не устроил пир, как только он пришел к власти. А устроил пир, после того, как он разбил своих врагов. Да, улай. Улай, Мишун, Шеас, Ая, Тарут. 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 Лей-Шеф, Меревод, Канемьот. Так. А там улай или уль? Нет. Это нет. Я не понимаю. Может быть, они, на самом деле, это ошибка в этом, в печати. Я не понимаю, почему они. По идее, должно быть улай. По смыслу улай. Я не знаю, почему Исьюда нет. По-моему, это просто ошибка. Улай – это потому, что улай, Мишун, Шеас. Возможно, из-за того, что... Из-за того, что был занят. Правильно. Тарут, Тарут – это быть занятым, да. Мутрат. Вот так говорят. Демата, мутрат. Чем ты озабочен? Хотя есть слово «похожее мудак» с Гиммелом. Но вот мутрат – то же самое, да. Тарут. Тарут – это человек чем-то, как бы, ну, вот, обеспокоен. Ну, обеспокоен, что мудак. А вот мутрат – это действительно чем-то, чем-то забочен, да. Окей. Так чем он был озабочен? Внутренними раздорами. Да. А для Яшеб – это в смысле, что, как бы, ну, да, как бы, в общем, разрулить. Разрулить все внутренние эти самые, разрулить. Ну, да. И как только от Басаса. Из Басаса – слово «басис». То есть, когда установилось, наканилось его это царство. Да. Пригласил. Пригласил всех этих военачальников, войска все. В общем, Параса и Мадай были странами разделенными. Ну, они были отдельные страны. Да, отдельными. Чему все время повторяется на одном, как бы, дыхании Параса и Мадай. Он объясняет, что вообще-то, по-настоящему, это отдельные страны. Но что и так духилки? Частично объединились. То есть, какие-то части их, они объединились вот в одно вот это вот царство Ахашвирош. Окей? Да. Продолжаем. Да, да. Афартемит. Афартемим, да. Что с ними? Афартемим, что-то не могу. Вот-вот, где красная точка. Не, вижу, а что значит Афартемим? Ну, это слово, которое мы делаем. Здесь объясняется, что-то такие Афартемим. Сейчас это будет объясняться. Ацилу... Ацилей. Ацилей. Это смеху. Ацилей. Ацилей Амдина. Амдина. Ве Сарей. Амелех. Аммамуним. Аля Амдинот. Лефанап. Ну, да. Апартемим это кто? Ацилей Амдина. То есть, VIP. То есть, это... Как это? Сановники. Сановники, правильно. Вельможи, как угодно. Но Ацилей это как благородный, да? Окей. А кроме того, Сарей. Кто такие Сарей? Что такие Сарей? Министры. Министры. Да. Сарей. Амелех. Мэмуним. Альмдинот. Лефанав. Ну, тут объясняют, что цари, которые были... Мэмуним это назначены. Мэмуни это которые назначены. Которые были назначены, ответственны. Или как-то бы... Да. За эти страны перед ним. Перед ним. По-видимому, он позвал еще тех этих самых... Поскольку они объединились частично. Был там какой-то, который вот был царем вот такой-то там областями. Чего-то такого. Он их всех позвал. Поскольку он теперь как бы главный пахан. Правильно? Угу. Да. 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 Бэгар ато эт ошер квот мальхуто в эт да и кар. Ну да. Бэгар ато это... Как мне говорится? Бэгар ато, ну, лэр... Вот это показывает. А Бэгар ато это при его показывании. При его показывании богатства. Да. Подсчета царства его. Квот мальхуто, да. Сразу напечатление кого-то, да? В этой карте. Да. И карте кого-то. Ясно. Еще какое-то... Благополеп... Была... Блага чего-то. Блага... Как-то благополепи... Благополепи или что-то такое. Как это правильно сказать? Да. Квот циферет к дулатон. Да. И почет великолепия, величие его. Да. Амиште шенуат левгин. Левгин. Да. Левгин. Берабим. Эт. Ошро. Вет. Подожди, подожди. Амиште шенуат левгин. Берабим. Берабим. Эт. Ошро. Да. Вет. Ацмато. Правильно. Эрхемим Рабим. Арах. Арах. Арахемим Рабим. Ну да. Шмоним. Умэат. Йом. Ну да. То есть 80 дней вообще говоря перевеселились. Надо тоже иметь хорошее здоровье, чтобы этим заниматься. Ну хорошо. Амиште шенуат левгин. Берабим. Эт. Ошро. Это. Ацмато. Арах. Что-то. Как это перевести? Пир, который. Был предназначен для чего? Лавгин Берабим. Продемонстрировать перед всеми. Перед большинством. Перед множеством. Перед всеми. Лавгин Афганат. Это демонстрация. Продемонстрировать. Продемонстрировать что? Богатство его. Да. Ацмато и могучесть его руки. Или там силу власти. Да. Силу власти. Длился многие дни. Правильно. Длился. А именно 180 дней. Да. Вот запомните. Есть Арахс Айнам, а есть Арахс Аллафан. Арахс Айнам – это сетап. Это что-то устанавливать. А Арахс Аллафан – это слово Орах. Длина. И Лаарох – это в данном случае, это вот делается протяженным. В данном случае Арахс – это тянулся, длился, действительно. Я мим рабим, сколько ж муниму мяйон. 180 дней длился, сумасшедший пир совершенно. Окей? Хорошо. Ань, ты с нами? Да. Ну, давай. И когда исполнились или окончили. Начались эти дни, в которые был устроен пир. Видите, здесь, наверное, с Айнам. Это действительно устроено, а не длилось. Да. В который был устроен пир для людей, приехавших издалека. Правильно. А сам Элех, лэх холям, а немцаим, в Шушанабера, лэ мигдаль. Лэ мигдаль. Лэ мигдаль. Лэ мигдаль в Адакатан. Ага. Мишты шиват ямин. Значит, сделал царь для всех, всего народа, для тех людей, которые находились в Шушане. В городе, в крепости Шушане. От большого до малого. Пир на семь дней. Ну, извините, увидим, было два как бы пира. Было вот этот 180, который дотиктит. Виапи приезжих и всех как бы его, которые со всех стран. А когда все это кончилось, то он еще устроил семь дней специальный пир. Именно для своих, как бы, близких, которые жили в этом Шушанабера. Ми и Катан в Ададор. То есть, вообще, туда пригнали, вообще, говорили. И они пришли туда вообще всех, всех, всех. И это был некоторый внутренний пир, который в этом Шушанабера. Окей. Итак, эм. Шебэ миштызы. Бекеш, лэршут, гамет. Омнам, шэль. Эмунам, да. Эмунам, шэль, тушвэй, аир. Да. Возможно, что на этом пиру требовалось разрешение. Или требовалось, он потребовал разрешение. Нет, Бекеш, лэршут, это именно, что он, в общем, хотел завоевать веру. А, вот так, завоевать верность жителей города. Ну, да. То есть, кроме всех этих вельмож, он еще хотел, вот, тех, кто внутри этого, он тоже хотел, чтобы они, в общем, дополнительно ему, как бы, стали еще более верны. Шэрабин. Шэрабин, мээм, гаю, пакэ, пкэдэй, аль шэльтанут. Ну, вот, это контор, что к современному... Многие из них были, ну, служащими, чиновниками. Служащие, чиновники власти. По-моему, к современному служащике называется корпоративщик. У нас такого, в мае время такого не было. Вот это он корпоративщиком устроил. Окей. И, значит, праздник устроен, ну, как бы, во дворе Геннад Бейтан, ну, как бы, в каком-то саду, при этом саду еще в каком-то садовом дворе, что ли? Бхатцер Геннад Бейтан Амелых. То есть, у него был некоторый бейтан, поэтому у него был гормон, да? Ну, у него был такой домик свой. Дачка такая была. Вот, а там был такой некоторый дворик. Ну, тоже был дворик больших размеров, наверное. Вот, и вот там все это происходило. Для своей публики. Да? Ахатцер Асмуха Лагина Олэ Папардес. Ну, да. И, значит, двор как бы... Соседствующий, да, или по соседству, да? По соседству с садом или с каким-то тоже садом. Пардес – это всегда цитрусовый сад. Фруктовый сад, да, правильно. Лыят Бейтан Амелых рядом с домиком царский домик. Ну, да, царский домик такой. Амелых рядом с домиком царским центральным дворцом, а маленьким дворцом. Ну, да, поскольку это было для какой-то внутренней публики, то это был не этот армон большой, в котором все происходило. А это было некоторое более интимное такое место, да, окей. Амаком Гая. Мы кушат, мы кушат, мы кушат, мы кушат, мы кушат. Мы кушат, украшат. Мы кушат Б. Вадзим Якарый. Якарый Р. И, значит, вот это вот место было украшено разными дорогими ценными тканями. Правильно. Хур, Карпас, Минейх, Бадзим, О, Таваим. Ткани разного, ну, вот название ткани, ткани разного вида или цвета. Так, ну, а, ну, там просто сразу как бы текст вставлен, тут перечисляется. Да. Тхелит, Ахус, вот эти всякие там разные ткани, весь этот самый, Тхелит, Голубая. Тхелит, это хлопок носок, я понимаю. Цемер, ЦАВО, БЦВ, Якар. Тхелит, Цемер, ЦАВО, БЦВ, Якар. Значит, вот это вот, ну, вот Тхелит, вообще-то голубая, вот это какая-то голубая. Ну, да, он объясняется, какой Тхелит. Цемер, на самом деле, это хлопок. Голубая, это нарисованная, дорогую краску. Это товарищ нарисован, это вот товарищ, это улитка, которую красили. Да, дорогая краска написана, да. Это вот ЦАВО, покрашенная в дорогой цвет. Да, дорогой цвет, правильно. Дорогой цвет. Мы знаем, что это из Хелозоны и пятой десятой. Вот этот вот Хелозон тут нарисован. Ну, да. А Коль, Ахус и Кашур, то есть, вот это все было, вот эти ткани были, как бы, ну, перевязаны, перехвачены. Перехвачены, да. Завязками и завязками. Бэхавлей, ВУЗ, этими какими-то веревочками, завязочками. Катошки, завязочки были бы здоровы, да. ВУЗ, это, а, Пиштан, Лен, это льняными вот этими, вот эти, ну, короче, лаван, белыми, льняными. А, ВАРГАМАН, АрГАМАН, АрГАМАНа тоже, вот это какой-то цвет, я вас не знаю. Да, да, да. Саш, ВАРГАМАН, красный, наверное, вот. Да. ЦЕМЕР, ЦЕМЕР, ЦАВУА, ГВАНЕЙ. Правильно, ГВАНЕЙ. ГВАНЕЙ, ЭДОМ, ЭДОМ, СЫГОЛЬ. И, значит, покрашенные вот эти вот красный или фиолетовый цвет. Вот эти вот красный фиолетовый цвет, якар, амациют. Не знаю, что такое якар, амациют черная, но какие-то распространенные в природе, наверное. Как очень дорогие вот эти вот красные или фиолетовые вот эти вот цвета. Коля Бадзим Вэ Ахавалима Все вот эти ткани и шнурочки Гаю Перушим Аль Глилей Которые были Натянуты, они были натянуты Аль Глилей Какие-то, получается, валики Или какие-то Кесов Вэ Амудэйшэш На серебряные Глилей, кесов Это какие-то галь-галь Это что-то круглое Круглые какие-то Палочки такие, на которых они висели Как вот карнизы Кругленькое что-то И шеш И, значит, эти столбы И на мраморной Шеш Я ошибаюсь, мне кажется, шеш Это то, что называется весо Я тоже не очень понимаю А, нет, шеш это мраморная Мраморная из столб Пишет там слово шаеш Шеш это шаеш Шаеш Мраморные столбы Повешены Более все это Кстати, в современном Иврите шаеш называется В Израиле принято Раковины Которые называются Киор Вставлять на кухне В шаеш Шаеш Мраморная такая плита Которая, ну вот Весь кухонный стол Не в котором едят На котором как бы Разделка еды происходит Правильно? Это называется кухонное Кухонное покрытие Что-ли Ну да Вот это Сейчас Ну вот Как вот это Когда Вот эта вся кухонная хрень И там вот раковины Рядом такие вот Вот плита На чем режут Там что-то режут Там или там Тесто раскатывают Ну вот рядом с плитой И раковины Такие вот Да-да-да Вот это называется Шаеш Ну у нас ее делают Обычно часто из пластика Потому что Мраморная стоит Лошадиных видников Богатые люди Да Ну вот здесь Это в Израиле Что-то постоянно Называется шаеш Ну понимаешь Есть разных видов Есть попроще Есть это Из таких Опилки шаеша Которые типа Как эти ДСП Делают только из шаеша Ну либо очень дорогой Какой-то И все Ну это У всех шаешаешь Это стандартно Потому что он удобный Главкий такой И все Окей Так К мохэм К мохэм Амду шам Метод Загам Вэкесов Аль рецпат Багэт Вэшэш Вэдар Сухэры Так Подобные Тому Стояли там Метод Ну как это Ложа получается Ну они возлежали Наверное Переяли еще В таком Возлежатом состоянии Они Это Они же не сиди Кушали А как бы Полу-лежа Значит Такие вот Ложа Из золота И серебра Аль рецпат Ну на полу Получается Ну вот это Багэт Вэшэшэ Все это Описание Все это Самые атрибутики Мраморных Там И каких-то Еще там И каких-то Из каких-то Там Ценных Ценных Вещей Сделан Авны А он Объясняет Авны Хэн Надерут Какие-то Ценные Редкие Камни Ценные Драгоценные Камни Так Так Хашкот Хашкот А Хашкот Пили Хашкот Беклей Загав Значит И пили Они Из золотой Посуды Мне кажется Хашкот Это от слова Мошкаот Мошкаот Это напитки Поили Ну Пили Поили Или поили Из золотой Посуды Карауй Ламеште Малхути Как подобает На царском Перу Да Векелим Мекелим Шоним И как бы Сосуд отличался От сосудов То есть Из разных Все были Разные Векелим Мекелим Шоним То есть Были самые Разные Сосуды С сосудами Там же Непростая История Была Потому что Там как бы Они использовали Храм Там целая История Картина Ебранд Если вы Помните Да Вот С келим Там непростая История Поэтому Здесь написано Келим Мекелим Шоним Там разные А что значит Разные Вот он сейчас Объясняет Что значит Разные Были представлены Или были Для гостям Ну как бы Предоставлены Для гостей Были Предоставлены Келим Абатсурот Гаваним Гаваним Как правильно Читаю Гаваним Конечно Да Оттенки Это гаваним Разные По форме И по Цветам Множество Разных Форм Лихтей Дарагатам Дарагатам Лихтей Дарагатам По их Чинам По уровням И В Сурхеям И по потребности По необходимости По разным Более крутым Чиновникам Давали Более крутые Окей Ваяен Ваяен Малхут И как бы Царское вино Получается Или вино Царства Да Аяен Ашанитен Аля Шанитан Я думаю Ашанитан Аля Хэшбон Амелех Ая Объясняет Ейн Амелех Ейн Малхут Это не Это было Какое-то Специальное вино По качеству Да Вот А Оно давалось Бесплатно За счет Царя За счет царя Да Царское вино Это которое Дается бесплатно Рав Кьят Амелех И как бы Как бы Рав Много Ну да По царской По царской руке То есть от души Это как бы от души То есть вот Ну да Пей не хочу Грубо говоря Сколько пожелаешь Ну да Бешефа Бешефа Моболот Моболот Мик-болот Без ограничений Без ограничений Так цивиед Это очень смешно Ну как бы не смешно Но так вызывает улыбку Почему Без бюджетных Ограничений Ну да Ну ты перевела правильно Потому что такое Бюджетное слово И вообще очень Корзенное выражение Это же бюджет Так цивь-бюджет Ну да Потому что Все время Как бы там называется Мик-болот Я к цивиед это означает, что если что-то проводится, а есть мигболоты, то есть такцивные бюджетные ограничения. Смешно говорится. Мигболоты без бюджетных ограничений. Ваштия когда-то и питье шло, там переводчик переводит как питье шло по правилам, по закону. Он так здесь объясняет. Она переводит как чинно. Ну да, ну вот он здесь так и пишет. А не мус. Как бы по правилам вежливости. Ну да, ну то есть не просто пьянка была такая, что слушаешь балаган, а чинно там в общем пили. А не мусим, а не кубалим. По принятым правилам вежливости, по принятым традициям, как это называется, протоколу, что ли. Ну протоколу, да, просто пьянка вообще. Да, при всем при этом бехолизот эйнонес, при всем это не было принуждения. Не было принуждения. Ну то есть не говорили там пей, иначе я тебе сейчас куськину мать сделаю. Эйнонес, каждый пьет сколько он хочет. Кивун, шэмэлэх, кивэн, я думаю, киван. Киван, шэмэлэх, раца, шэмэште, амэльхути, егам, амами. Амами, да. Аштия, айта, хушит. Ну да. Поскольку царь хоть и желал, чтобы пир, царский пир был как бы, ну, амами как бы... Народный был, да, народное гуляние. Доступным. И Аштия, и питье было свободным. Ну да. И поэтому он постановил, велел Цива, то есть, да, Цива повелел. Да. Повелел царь Амэлэх, аль коль раф бэйто, всем раф, ну, как бы, главным начальником, ну, распорядителем. Он здесь объясняет дальше, да. Распорядителем. Распорядителем, правильно. Мемуне начальником, бэ армуно, в его своем дворце, начальником, распорядителем в дворце в своем, ласот карацун и шва-иш, чтобы было... Я хочу только сказать, вот мемуне, понимаете слово, это мемуне от схода, глагол лэ манот. Лэ манот, это назначать. Я думаю, от этого раз слова мана. Мана, это порция, но русская мана небесная, от чего это? Потому что мана падала, то есть ман, то, что называется, он падал порцайками, то есть там как бы каждому хватало, а в субботу его падало в два раза больше. И от этого раз слово лэ манот. Лэ манот, это как бы назначать человека. Но вот пассивно от этого это называется мемуне. Мемуне, это означает назначенный. Окей? Бэ а манот. Бэ а манот. Значит, с распорядителем в своем дворце ласот карацун и шва-иш, чтобы было, чтобы делалось, делалось по желанию. Ну да, каждый делает сам, то есть никого ничего не заставляет. Хочешь пеш, хочешь не пей и так далее. Скох хочешь пей? Вело, лэ и хриха. Лэ а хриха. И не было принуждения. Не было принуждения. Их не принуждения. Правильно. И что царь не заинтересован. Да. Лэ а шке, лэ а шке, лэ а ма а цима тоже стандартное выражение. То есть вложить вложить усилия. То есть вложиться вообще. Вложить усилия. Не заинтересован в прикладывании усилий. Мы уходим. Бэ ма 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 ху то. А вот там не переворачивай. Слева там немножко маленький кусочек. Вот над картинкой, где улитка нарисована. Вот туда. Вот чуть-чуть вниз. Вот здесь. Вот чуть-чуть внизу. Над этим. Тхдм�. Там где Тхэлит нарисован. Слева. Слева. Сейчас я продойду. Вот чуть-чуть. Вот здесь. Там вот чуть-чуть. Три строчки сверху. Да. Вот. Бэ ма ма ху то. Вот царь был не заинтересован в приложении силы. Да. Не уходим. Особы. Особы силы. Бэ ма 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 ху то. а рафганит. Как это? В разнообразное, в разнообразие. Рафганит это тоже, это то, что называется на английском multicultural. Рафганит это многообразие. То есть все делали, как хотели, он никого не заставлял. Он был либералом. Ходите, пейте, ходите, не пейте. Ходите, пейте. То, что все было прилично и достойно. Ну, такой вполне, вполне приличный подход. Окей? Гу, гу, тейник, леаним, а шунним, хофеш, лешмор, а юхадем. Ехудам. И он, как бы, даровал гейник, даровал разным народам свободу соблюдать свою, как бы, уникальность. Индивидуальность, да. Ехуд, это индивидуальный, правильно? А ехудам, это их индивидуальность. Так. Это лешунам в их языках и в их обычаях. Сто процентов. Так, а, вот еще, а, вот кусочек идет тут уже. Ну, тут Тимофей. Давай Тимофей. Гамвашти Амалька Аста Миште Нашим. Ну, да. Также Вашти царица сделала пир для женщин. Ну, да. Ага. Шагая Макбиль для Миште Агадоль. Агадоль. Сейчас, спустите секунду, куда-то он дальше идет. Справа надо. Не справа опять, не справа. Да, Шенуат. А вот. Шена сделала параллельный пир Макбиль, да? Макбиль чему? Основному пиру, наверное. Ну, да. Основному пиру, который Шенуатлы говорим, который подозвечался для кого? Для мужчин. Правильно. Беток, Агав, Ахер. Ну, да. Внутри другого пир. Ну, Беток, в смысле, в роли, как бы, в роли отдельного подразделения. То есть было два отдельных пира, они не смешные. Было отдельный для мужчин, а отдельный для женщин. Почему? Сейчас объясню. Бывает Амальхуд, Ашер Леменах Ахашвирош. Да. В доме царства, который у царя Ахашвироша. Ну, да. Бенифрак, где Леймане. Где Леймана, а слегка, это стандарт. Леймана. Для того, чтобы препятствовать. Леймана. Ихней, тоцаот, бильцы, рациот. Это, наверное, Лашун Накеет. Он таким проличным языком описывает, да. Сейчас мы поймем, о чем это будет. Сто процентов. Почему были раздельные пиры? Какое объяснение? Где Леймана? Чтобы разделить. Нет, для того, чтобы препятствовать или возбранить, или как это слово такое есть? Воспрепятствовать. Воспрепятствовать, да. Воспрепятствовать чему? Ибней, тоцаот, бильцы, рациот. Под нежелаемых, нежелательных результатов чего? Ну, пьянство. Совместного пьянства. Ну, совместное пьянство, мужики с бабами, понятно, чем дело кончается. Поэтому дело раздельное. Окей? Такое привычное объяснение. Дальше. Шилоке Миште Голель Шель Амэлах. Да. И это не как пир. Ну, тогда сейчас понимаю, я не очень понимаю это слово. Голель, как прославленное, что-то такое. Я не понимаю. Нет, тут наоборот, как я понимаю, какой-то... Шилоке Миште Голель Шель Амэлах. Наверное, не как разнузнанное. Разнузнанное, то есть это было бы не такой, не какой-то... Беспутный. Беспутный, да. У самого царя, а у этих берег подданных оно, в общем-то, соблюдало правила приличия. Миште Нашим, Некшав, Ируа, Мехубат, Ютер. Да. Значит, пир женщин думался... Ну, считался. Более уважительным таким. Ну, да. То есть, как бы, у мужиков там пьянство, в общем, было и балаган, а у женщин, ну, числа сбори приличные. Да. Окей. Ну, вот теперь начинается... Теперь начинается завязка. Боем Ашви, Ле Миште, значит, седьмой день пира. Да. Катуф, Лев, Амелех, Баяйн. Ну, да. Развеселилось? Ну, да. Чувак уже просто косел, грубо говоря. Да. Окей. Ну, Кше, Рухо, Шель, Амелех, Гайта, Тоба, Эляф, Ле Ахар, Штия, Мерува. Ну, да. Что дух его царя, тут царя был хорошим после обильной выпивки, да. Ну, да. Кошера, да, и Маяя, Белто, Ём, Ши, Кор, Мамаш. Ну, да. Шикур, Мамаш. Шикур, Мамаш, да. Сложно знать, было ли это тот же день. Маяя, Белто, Ём, Шикур, Мамаш. Что, Шикур, Мамаш, это пьянка? Не, Шикур это пьяница. То есть, трудно, ну, как бы сложно предположить, непонятно, был ли в этот день действительно, в общем, в дупель пьяный. Бен Айетер, Бен Айетер, Аришум, Офав. Офьё, я думаю, Офьё. Офьё, Аришмей, Аришмей, да. В Амамах, Хати, Шель, А, Сиур. Ну, да. Вот, то есть, почему трудно предположить, что он был в стиле пьяный? Бен Айетер, Бешум, Офьё, Аришмей, Мамахки, Шиле Тиур, потому что, ну, всё описание этого события, оно очень царственное и, как бы, официальное. Решмей, это официальное. И, поскольку, такое официальное всё это описание, что там были так, и так, и так, то трудно предположить, что он при этом, как бы, наживался просто в стиле. Поэтому, непонятно. Довится, что Кэтоф, Лэф, Амэлах, Баяен, это не означает, что он был попроснул, он просто напился в дупель. Нет, просто, естественно, пришёл в хорошее расположение духа. Так, по-видимому, да? Ну, дальше. Амэрахашвэрош, Лэйма, Мэуман. Ну, да, Мэуман, это имеется, говорится, что это, так называется, Аман. Почему? Потому что он уже, Мэуман, от слова, ну, не знаю, Мухан, потому что он уже, как бы, подготавливался к своей деятельности. Мэуман, окей? Вот он сказал, Мэуману, да. Ну, там цельная группа этих ёуманхов. Да, вот они, начиная цель, Мэуману, да. Харвона. Тот самый Харвона, да. Харвона, Бекта. Вот Бекта, который был предателем, потом, да. Ва-Авактам. Да. Визитар, Вээ, Харкас. Да, да, да. Ну, все эти товарищи, да. Шимот, Харсеим, Бэйкран, Шэльэ, 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 Да, ну, это же пластические имена, да. Саресим, Мюхадим. Да, сейчас. Ну, да. Мюхадим. Особо приближенные. Да. Ну, Мюхадим по-русски передается явный, хотя он сейчас будет объяснять, что означает явный. Это действительно люди, у которых там некоторые повреждения половых органов, либо это так называются, как бы, просто представленные жазаичным. Есть так и так. Дальше. Мюхадим, Этпней, Эмэлэх, Ахашвэрош. Да. У Мюхадим, Дэ, Кирватон. Да. Значит, служащих перед лицом царя, Ахашвэроша, он умэт, им. Ну, значит, а он просто объясняет, что это означает, что его лица, как бы. Это означает, что они просто находятся поблизости от него, то есть это его близкие приближенные. Окей. Еш, Лэш, Ша, Эр, Лэш, Эр, предположить. Еш, Лэш, Эр, Ша, Эм, Раю, Саресим, Мамаш, Валё. Ну, вот, они были Саресим, Мамаш, они действительно были евнухами. Бэллэ, Мэш, Атим, Стам. Мэш, они действительно были евнухами, они просто служили. Ша, Гэн, Гэм, Гаю, Оврим, Бэйн, А, Кварим, Лэнашим. Угу. Таким образом они были, переходили между, от мужчин к женщинам. Так? Да, я не думаю, что они, типа, меняли пол от мужчин к женщинам. Выплываю, что они ходили от мужчин к женщинам, но в силу, как бы, ну, сделанных над ними операцией, они были, в общем, грубо говоря, безопасны для женщин. Поэтому их пускали туда и туда. Я думаю, что это такая идея. В разгаре пира, Бэйверат. Ну, это все было, как бы, в атмосфере этого пира, который, в общем, Ахулеле, то есть, происходил, вот все это, праздница происходило, торжествовало на фоне вот этого Тиферет, это убранство, убранство Мелаха в своем, как бы, силе, могуществе и так дальше. вверху, да, 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 ну, все это, в общем, почерпило его богатство, его мудрость, его успешность, и пятое-десятое, окей, мы junto, переходим, переходим, переходим к задействию, и как бы вот, через все вот это вот так же, и все, и пятое-десятое, и вот была еще одна часть этого представления, которое казалось ему вполне естественным предложением этого, То есть, в метухках и штабах. В честь этого хотел прославиться через свою красавицу. Окей. Истапэк. Может быть, он не... Он не удовлетворился словами. То есть, он не сказал, а вот у меня еще очень красавица жена есть. И говорят, о, слава его жене. Он ходил в подтверждение того, что она действительно соответствует красоте его двора и богатства. И он сказал, а ну-ка, позвать сюда ваших. Да, пока. И приказал своим министрам. Да. Ну да. Ну да. Ну да, привезти ваше царицу, перед царем, короне царства. Царский король, царство каноне. Для чего? Для того, чтобы показать. Всем народом и министрам ее красоту. Да. Ну, и пошел. Титул Атмар Эйи. Ну, насколько я понимаю, есть Махлопит. Он действительно сказал ее как бы голяком, чтобы она вышла. Хотя, похоже, что действительно было так. Либо все-таки это он хотел, чтобы она просто вышла в царь Кикадем. Но похоже, что поскольку она отказалась, считалось, что он, в общем, совсем сошел с ума. Вот. И нажрался, напился, грубо говоря. Она отказалась. Вот. Но похоже, что все-таки он как бы сказал ее, сказал ей, что ее голяком привели. По-видимому, это такое. Или там какой-то прыщ выскочил у нее. Да. Да, потому что все-таки подчеркивается. То ватмар Эйи. Мар Эйя все-таки имеется в виду это некоторый внешний вид. И уж, по-видимому, все-таки не в одеждах. Наверное, такая идея. Окей? Ну, хорошо, Аня. Давай прочитаем вот этот последний кусок. Хорошо. Витамэн. Тэмаэн. Витамэн. Амалка. Вашти. Лаво. Бедвар. Амэлы. Хашэр. Бэят. Асрисим. Ну, да. Я отказалась. Отказалась. Тарица Вашти. Явиться. Прийти. По слову царя. Переданному через вот этих вот евнухов служителей. Ну, евнухов, да. Хотя это, в общем, такая была опасная штука. Вполне мог бы как бы и голову свести на это. Окей. Нет, не было принято таких отказов. Окей. Сырува. Лацаед. Ла. Кудато. Шэлит. Аэльон. Ну, да. Значит, отказ. Ее отказ. Исполнить. Приказ. Как бы. Высшей власти, получается. Высшей. Да. Высшего начальника. Да. А. Начальника. Ну, начальника. В смысле. Высшего правителя. Правителя. Так. Вот это уже. Самхуд. Самхуд. Это женского рода. Правильно. Самхуд. Это полномочия. А по множественным это самхует. А теперь еще добавляется его. Его самхует. Как его самхует. 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 Мугвалот. 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 Его полномочия не были. Как это сказать. Мугвалот. Они не были вообще ограничены. Они не были безграничены. Мугвалот не ограничены. Да. То есть это просто тоталитарная власть. так Моит. Моит свидетельствовали. Свидетельствовали. Мэнда. Мамада. Мамада. Агэа. Мама. Высоком. Высоком положении. Ну ее. Ее. Высоком положении. Так ее. И она отказалась как бы подчиниться... Нет, подожди, подожди, где подчиниться? Ля шпиль. Унизить. Унизить себя. А, ну да. Это слово шпила. Я так имела вид. Я так имела вид. Да-да-да-да. Все отлично. Все умела вид. Ну, как бы подчинить себя или унизить себя. Унизить сто процентов. Себя. Боя цагат, как бы показав при показе, при явлении... Ну, да. Представление тела, выказывание своего тела. Тело перед, ну, обществом. Да, только вот я сейчас понял это. Я думаю, что вы тоже это поняли, да? Что вот Серувал и Цаэтлы Пкудатоши, Шарита Альон. То есть ее отказ выполнить приказ верховного правителя. Это свидетельство о том, что у нее было высокое положение. Простые люди не могли вообще не ослушаться. Ее сказали вообще снять порты и бежать. Чего я тут делать не сможет. Потому что как бы он царь и все. А то, что она отказала, это говорит о том, что у нее было такое положение. В принципе, могла отказаться. Окей? Дальше. А в Айксов каас. То есть, ну, как бы разгневался. Ну, да. А вы знаете, что такое кэцеп? Кэцеп – это пена. И вот на иврите гнев, он зачастую как бы с физуальными проявлениями. Вот, как говорится, хорон а по. То есть, гнев, ноздри его. Когда человек гневается... Ну, я не знаю, так у гневочек людей. Видели, такой у него ноздри раздувается. Так по этим предполагается. А когда человек гневается, у него даже пена за рта идет. Вот это вот Айксов, я думаю, это отсюда. В Айксов, в данном случае, это, в общем, возгорелся гнев. По-русски, я не знаю, как сказать, распенился, так не сказать. По-русски, так не сказать. Но это от слова кэцеп – пена. Так, Каас, Амэ, Эх, Мэот. И разгневился царь сильно. Хамато, Вэхамато, Баара, Бо. И разгорелся, ну, разгорелся в нем гнев. Замо, Хээс, Нова, Нова. Нова, да, Нова, проистекал. Ну, как бы, вот его гнев прям вот бил ключом. Нет, он, в смысле, происходил из-за чего? Из-за чего? Нова, Мээ, Хээс… А, Азата, я думаю. Азата, из ее, как бы, нахаживали. Ну, дерзости, ее за дерзости. Дерзости, ее дерзости, Шэль. А, и что? А Литхот, это Дришто. Дришато, да. Дришато, из-за ее отказа, как бы, ну… Ну, дерзости этой женщины, дерзости его жены. Да, что Литхот, это Дришато. Она отказалась подчиниться его требованиям. Да, отменить его требованиям. Или отказаться от его требований. Да, Литхот, отвергнуть, отвергнуть. Отвергнуть его требованиям. Да. Шэло, Нэмра, Ла, Бэцин… Бэцин А. Цина – это скромность втихаря, Бэшуша. То есть, он не сказал ей, там, пошел к ней и сказал, послушай, дорогая, давай там покажи вообще какая-то красотка, туда-сюда. Он сказал публично. А, ну-ка, видишь, собака, ты красивая, и все. Он сказал публично. А, который был, а, вот так, шелонным, а который не был высказан. Да, это ей не было сказано бы цена. Он не сказал ей, как бы, втихаря. Он не сказал ей втихаря, послушай, давай-ка там выйди, и все. Тогда испанаму сказал, не, ну, слушай, ну, неудобно, что я сейчас буду выходить? Это было бы нормально. Но он ей сказал публично. И она ему сказала публично. И как, поскольку это было оскорбление в глазах всех. Он не мог это приступить. Так, Элла, которая была высказана нескромно. Элла БМ Сауд Мишлахат Решмидт. То есть, которая нова была посредством, как бы, официальной делегации. Он послал к ней делегацию, этих ерноков и сказал, а ну-ка, вот ты, вас пейте. Это самое, все, как его перечисляли, паршандаты, все, та-та-та-та-та-та. Давайте все, а ну, тащи ее сюда. Ну, а она делегацией сказала, а не пойду я никуда, и все. Окей? Регишу то? Да. Лихвадо. И тацма. И тацма. Вот бэшэль. Шэ. Шэ хруто, ну не без этого. Конечно, чак-то выпьем шэ. Окей. А, шэ хрула, попьят не сам. Ну, конечно, да. Регушу то, лихвадо. Регушу то, ну, как бы, чувство его. Его чувствительность к чести. Ты меня, Вася, уважаешь, то же самое, да? К чести усилилась, еще усилилась вследствие опьянения. В связи алкогольного опьянения, вот, вполне по кодексу, да. Он же еще и выпивший был, ему как бы вино в голову ударил, совсем уже охренел, да. Бэмацав, бэмацав зэ, цыпа, цыпа, как бы. Цыпа, цыпа, просто цыпа, пэль, нет, все, пэль, цыпа, просто цыпа. Сгайем на конце. Цыпа, шэ рацюно, ит малэ мият, бэ, бэ, шлэмут. Шлэбэ, да, правильно. Состояние он ожидал, что его желания будут исполняться тут же, сразу же и полностью. Правильно. Улай, ваш тигам, а, сейчас скажу, хэйвира. Хэйвира, да, хэйвира. Хэйвира. Так. Как это, передала или передала? Может быть, даже ваш тигам передала ему, что бедра ему. А, мэссэ, мэссарим, мэссарим, мэссэджим, мэссэджим, то есть сообщение. Сообщение, бэ, ромазим. Мэ, ромазим, намекательное. То есть она, может быть, ему как-то все-таки намекала, намекала, а не напрямую сказала. Лагниим. А, Лагниим. Лагниим, а слово лаг. Лаг это издевательские. А, в нас в виде наслужки. Она вообще намекнула, она, может быть, когда пришла, это мешла, когда они сказали, слушайте, вы вообще, он там поддал, наверное, парень крепко, вы ему скажите, что вообще ему вино в голову ударил. Она, видимо, еще немножко там что-то такое сказала, что уж совсем, может, бесила. Шахруто. Аль Шахруто. В намекам намекнула на его, это самое, ну, опьянение. Ну, да. Шахруто. Вэ адавар. Абэир. Ивир. Ивир. Ну, разжег, поджег, возгорел. Ивир. Это косо. И это дело еще более разожгло его огни. Да. Косо. Окей. Ну, хорошо, закончим на этом. Мы, конечно, всю Магилу не смогли прочитать, но, в общем, какие-то теемот. Мы сделали какие-то теемот, мы чуть-чуть попробовали. По-моему, вполне интересно. Бог даст сбору и помощи. В общем, в какие-то времена будем читать дальше. Хорошо? Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо.